Подмосковная деревня Часцы провели древний индийский ритуал. Китай пообещал предоставить займы на общую сумму в 20 миллиардов долларов для оживления экономики стран Ближнего Востока. Южнокорейская корпорация «Самсунг» открывает новый завод в Индии. Израиль отправит на Луну самую маленькую в истории космонавтики ракету. За моей спиной проходит молитва Маха Ягья. Этому ритуалу уже 5000 лет и ежегодно его по всему миру проводят последователи индуизма. В этом году помолиться в Россию приехали жители Казахстана, Литвы, Украины, Индии и Германии. Древний ритуал Маха Ягья дошел до наших дней в первозданном виде. Люди садятся возле огня и произносят ведическую молитву, символизирующую любовь и мир. У обряда есть так называемые круги. Последователи индуизма делятся на группы и молятся по очереди. Красивый и завораживающий ритуал всегда проходит на санскрите. Духовные наставники учат своих подопечных тому, как понять себя, свой внутренний мир. В жизни человека очень важно духовное совершенствование. Какой бы религии мы не верили, духовность одинакова везде. Поэтому последователи индуизма практикуют этот ритуал. Огонь для очищения, он как символ. Когда мы сидим около огня, мы приносим некое жертвоприношение Святому Духу и получаем от него благословение. В России древний обряд стремительно набирает популярность. Другие страны не отстают. Жительница Казахстана Наталья Штелерман, когда узнала о проведении молитвы, не задумываясь, приехала в деревню Чесцы, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Меня, прежде всего, это все привлекло тем, что я могу развиваться духовно. Потому что многого мне не было ведано, скажем так, не было известно. Когда я встретила учителя своего, я многое поняла. И работаю над собой, прежде всего, меняю саму себя. Очень много уважения, прежде всего, чего не хватает всему миру. И любовь, прежде всего. Любовь высокая, любовь к ближнему человеку, любовь к Богу. Это тоже очень близко для Казахстана, потому что для меня казахстанский народ – это тоже духовный народ. Молитву в подмосковных Чесцах провел лидер индуизма в России Шри Пракаш Джи. Под его мантры присутствующие кидали в огонь рисовую крупу. Ритуал славится яркими красками. В одежде духовного наставника традиционно присутствуют белый, красный и зеленый цвета. Илья Залевский, Сергей Новиков и Виктор Сухотин. Новости Большой Азии. Си Цзиньпин. Выступая в последний день работы 8-го форума китайско-арабского сотрудничества, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал открыть кредитную линию для ближневосточных стран на общую сумму в 20 миллиардов долларов, а также предоставить этим государствам прямую финансовую помощь в размере 106 миллионов долларов. Прежде всего, средства пойдут на экономическое развитие Палестины – около 15 миллионов долларов, а также на нужды Иордана, Ливана, Сирии и Йемена, которые, в свою очередь, получат безвозмездно в совокупном исчислении 91 миллион долларов. По окончании форума министр иностранных дел КНР Ван И и генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абульгейт подписали в рамках отдельной церемонии несколько меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании между Пекином и Лигой. Всемирно известная южнокорейская корпорация Samsung открыла в пригороде Нью-Дели Ноидия – новый завод по производству смартфонов. На торжественной церемонии присутствовали президент Республики Корея Мунжи Ин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Строительство предприятия является частью поэтапного плана освоения индийского рынка со стороны корейского гиганта в области умных технологий. Samsung надеется, что локализация производства в стране даст ему более выгодные позиции относительно китайского конкурента Xiaomi, занимающего первое место по объемам продаж смартфонов в Индии. При помощи дополнительных мощностей, только что введенных в эксплуатацию, южнокорейский промышленный гигант хочет удвоить продажи, доведя показатели до 120 миллионов единиц реализованной продукции в год. Samsung по-прежнему ставит на сбыт своей самой раскрученной модели – Galaxy, существующей в различных модификациях. Уже не первый год подряд Индия остается вторым рынком по продаже смартфонов в мире. Представители оборонного концерна Израиля IAI сообщили об окончании основной части работ над лунным модулем, который Тель-Авив намерен послать в текущем году к спутнику Земли. Средством массовой информации было предоставлено право доступа к аппарату, который, по словам очевидцев, напоминает неуклюжий круглый стол на четырех ногах из углеродного волокна. Высота девайса равна полутора метрам, а весит он 585 килограммов. При этом три четверти полезной нагрузки составляет топливо. Это самый маленький в своем роде космический аппарат за всю историю космонавтики. Его запуск должен состояться в конце декабря. Предполагается, что через два месяца он достигнет цели и 13 февраля 2019 года совершит посадку на лунную поверхность. Несмотря на то, что сборка конструкции проходила в ангаре Израиля Aeronautics Industry, официально проектом руководит частная некоммерческая организация SpaceIL, основанная группой инженеров в 2011 году. Бюджет этого простого товарищества составляет 90 миллионов долларов, что относительно немного для реализации космического проекта. В случае успеха Израиль в лице своих ученых станет следующим после Китая государством, сумевшим организовать полет аппарата на Луну. Китайский модуль прилунился в 2013 году. В свое время первым достиг Луны Советский Союз, модуль которого доставил к цели робот-луноход 10 ноября 1970 года.